Почему-то считается, что в теории алгоритмов обязательно надо идти вверх, арифметичность изучать, допустим, гипер-гипер и так далее, степени. Конечно, это все абсолютно логично, это все правильно. Но, тем не менее, с точки зрения приложения, хорошо бы, вот очень много остается вопросов внизу. Внизу для π02. π02 это что такое? Это, ну, АЕ, да, вот квантеры навешиваем на... Вычисли бы. И вот отделимые нумерации, они как раз вот яркие эти представители оказываются. Вот, ну и кое-какие вещи я вводил сам, вот трансляционный полный, полный, связь, значит, с подпрямо неразложимыми и так далее. Вот сегодня вот этим будем заниматься. Ну, вначале вот я буду довольно быстро пробегать, наверное. Так, давайте я буду время смотреть. А, вот две минуты только, да? Ну, значит, давайте я напомню, что вот, значит, есть нумерации некоторой алгебры. Фактически, вместо элементов алгебры мы начинаем изучать классы эквивалентных, так сказать, имен каждого элемента, то есть натуральных чисел. Ну, в принципе, дальше я покажу, можно и термы рассматривать вместо натуральных чисел, это, так сказать, сути не меняет. Так вот, совокупность вычислимо-перечислимых, соответственно, вычислимых, керню замкнутую... Ну, что значит терню замкнутую? Замкнуты относительно ядра нумерации. Я так называю это покороче. Вообще это называется нумерационной эквивалентностью. То есть свойство быть с номерами одного элемента. Понятно, что это есть конгруенция. Фактически, вот это ню есть, значит, сюрективный гомоморфизм, измножить натуральных чисел на алгебру А. Вот здесь в ню у нас все операции, значит, вычислимые, а в алгебре, ну, какая-то абстрактное семейство задано. Но сигнатуру все-таки мы предполагаем эффективной. Вот, для нас это важно. В некоторых случаях она может быть любой, но, вообще говоря, основные результаты завязаны на эффективности сигнатуры. Вот, и теперь смотрите, вот эту вот керню замкнутой множества образует базу, естественно, топовой. Их две. Первая – это вычислимы, мы их в прошлый раз довольно подробно рассматривали. А вторая – это, значит, давайте просто перечислимый. Вот, коротко, значит, перечислимый. Что значит перечислимый? Это, значит, для любых двух элементов вот этой алгебры А, значит, найдется такое перечислимое множество, значит, которое является, значит, что прообраз одного элемента в нем содержится, вот, а второй не содержится. Вот так. Ну, то есть, для любых двух, если на языке эквивалентности говорить, для любых двух разных элементов, вот, найдется перечислимое множество замкнутой относительно эквивалентности, которые их различают. Что значит замкнутые относительно эквивалентности? Что значит керонию замкнутые? Это, значит, мы работаем целиком с классами. То есть, если число лежит в множестве, то все эквивалентные тоже должны в этом же множестве лежать. Таким образом мы строим, значит, вот такие топологии. Так, вот, значит, наверное, в следующий раз я расскажу вот эти вещи, да? Нет, я еще не... Да, вот, значит, аксиома отделимости. Давайте напомним, что такое Т01234, да? У него нумерация алгебра, значит, ну, Т0 это отделимость, допустим, первая от второго, вторая от первого может и не отделяться. Но обязательно для любой пары найдется перечислимое отделяющее множество. Ну, в нашем случае перечислимое, в топологии, в общем, произвольное. Так называемое открытое какое-то. Т1 это, значит, первое от второго можно отделить, второе от первого. Т2 – непересекающиеся. Т3 – это для любой точки из замкнутого множества, и точки в ней этого множества найдутся, значит, непересекающиеся окрестности. Вот это замкнутые множества и точки. Ну, и Т4 для любых двух непересекающихся замкнутых множеств найдутся их окрестности, то есть открытое множество, которые не пересекаются, вот так. Ну, самые сильные, конечно, здесь по нарастающей идет, Т0, потом, значит, собственный подкласс Т1, Т2, Т3, самые сильные условия, конечно, Т4. Вот так. Дальше. Давайте. Ну, я это уже рассказал, да. Теперь посмотрите, вот это семейство множеств, которое, допустим, существует, и с помощью которого можно отделять, не будем называть отделяющимся местом, ну, на абстрактном каком-то множестве. Теперь, вот в случае Т0 вычислимо-отделимых, топологические, значит, характеризации очень простые. Нумерация является Т0 вычислимо-отделимой, тогда и только тогда, когда она является Т1. Это равносильно Т2, равносильно Т3, равносильно Т4 отделимости. Видите, вычислимо-отделимость, она дает очень сильное топологическое пространство, что вот даже аксиома отделимости 4, Т4, она, значит, вот там имеет место быть. Вот так. Ну, в следующий раз я покажу, как это доказывать. На самом деле это немножко не по сегодняшней теме. Вот это результат довольно старый. Он получен тогда, когда еще большинства из вас на свете не было. Самое начало 90-х годов. Вот. Для Т0-1 отделимых нумераций, конечно, это не так, но я в прошлый раз говорил, связанные двоеточие. Это один такой важный объект в топологии, связанные двоеточие. Это, значит, двухэлементное множество. Значит, одна точка открыта, ну, как одно элементное множество, а вторая, значит, нет. То есть открытое множество только, значит, одно. Тогда первое от второго отделяется точки, а второе от первого нет. Вот это, значит, уже какое-то просто. А ну Т0, конечно, но оно не Т1, понятно, да, потому что уже второй от первого отделяется. Тем более не Т2, Т3 и так далее. И тем не менее, вот эти, значит, отделимые нумерации, они, тем не менее, очень-очень важны. Я сейчас, значит, скажу так. Чем еще вот эти алгебры, они, значит, очень полезны и хороши, и так далее. Чем? А вот тем, оказывается, что если у нас есть, значит, вот эта произвольная нумерация любой алгебры, то вот все эти операции относительно вот этих топологий, как вычислимые, так и перечислимые, они, оказывается, непрерывные. Ну, непрерывность, это означает прообраз всякого открытого множества открытого. Ну, для местных, для одноместных функций проблем нет. А вот когда, значит, многоместные, так сказать, операции. Ну, значит, тут я даю доказательства. Ну, берем, значит, пусть операции местности не меньше двух. Фиксируем какой-то набор. И нам что нужно показать? Что для любого это замкнуто вычислимого множества, ну, и, соответственно, вычислимого, перечислимого, да, множество x, которое содержит вот это вот значение функции, существует такие, это замкнутые множества x1, xn, являющиеся, значит, вот окрестностями вот этих x1, xn, что f целиком всю эту окрестность, f функция, она погружает в их целиком. Ну, доказательства достаточно, так сказать, несложные. Вот просто переходим, значит, для одной переменной делаем, потом ко второй переходим, так далее, так далее. Давайте, вы сами попробуйте, это потом дома посмотрите, там вам разошлет Марс Масурович. Будут вопросы, мы, значит, все это решим. То есть мы потихонечку вместо элемента вот сюда можем подставить сначала x1 потихоньку, потом x2 подставляем, так далее, так далее, и xn множество. То есть заменяя вот эти конкретные числа, значит, открытыми множествами, которые, в которых содержатся вот эти вот самые числа. И вот такое вот рассуждение. Значит, на самом деле нас интересует, что фактически вот прямое произведение вот этих x1, xn, оно должно отображаться во внутренность x открытого множества. Ну и они все, конечно, открытые. Так вот, любая нумерация любой алгебры, кстати, здесь вообще нет слова о сигнатуре. Сигнатура может быть любой алгоритмической сложности. Вот она оказывается, вот является непрерывной. Это очень важно. Да, и, кстати, вот такое еще замечание. Ладно, перейти, вот я сюда. Вот эта непрерывность, вот она, если мы возьмем любые два отображения, которые являются морфизмами, да, гомоморфизмами, являющиеся морфизмами, то есть эффективные на набрах. Ну, понятно, тут тоже, поскольку у нас вычислимая функция осуществляет переход, значит, осуществляет фактический гомоморфизм, то прообраз любого открытого множества открыт, вычислим, вычислим, поэтому эти отображения, любые морфизмы тоже являются непрерывными отображениями. На самом деле, эти топологии, они достаточно полезны, потом мы где-то с ними немножко еще посмотрим, поработаем. Теперь, давайте все-таки поговорим об вот этой самой топологии. Так, я, кажется, здесь не ввел эту понятию, да? Ох ты, давайте я вот так скажу. Значит, мы рассматриваем топологию вот здесь вот. Именно Т0 отделимые нумерации нас интересуют, то есть Т0 отделимые нумерации, и при этом мы хотим их охарактеризовать. Вот я же говорил, что мы не лезем вроде вверх, да? Да, но тем не менее, обратите внимание, любая, вот если мы возьмем вычислимоотделимых класс, эквивалентности даже, да, или, допустим, тем более отделимых, которые расширяют собственным образом, то для любого множества, любой алгоритмической сложности найдется вот эта вычислимоотделимая эквивалентность или, соответственно, отделимая эквивалентность, сложность которой выше. По любым вариантам этих сложностей. Ну, понятно, их всех континуум, понимаете? Вот. В следующий раз я буду рассказывать понятие равномерности, важнейшее для вычислимоотделимых. Там, значит, даже вот этих равномерных, оказывается, их тоже континуум. Вот. Поэтому обычно на наших классических множествах за бортом остается. То есть это не так уж мы внизу и работаем-то. Вычислимоотделимость – это очень-очень широкое понятие. Ну, тем более отделимость. Вот теперь мы хотим перейти к такой теореме, хотим показать. Вот если у нас есть, допустим, алгебра, да? Вот. Когда мы называем ее эффективноотделимой. Эффективноотделимость, в общем-то, это означает, что она не просто отделима, а вот это семейство отделяющих множеств можно задать эффективно. Что значит множество можно задать эффективно? Значит, существует такая нумерация, когда по номеру мы фактически можем вот все множество перечислить. Вот. Ну, это и есть вся информация по книжке Юрия Леонидовича, значит, теория нумерации. Вот. Ну, это классическая уже книжка стала в нашей области. Вот. И имея в виду вот это понятие эффективноотделимость. То есть, видите, для вычислимоотделимых вот этим краеугольным камнем построение структурной теории, да, оказались негативные. То есть вычислимоотделимые алгебры, если и только если, она аппроксимируется, значит, негативными. А вот для отделимых есть ли такой аналог, оказывается? Вот я же говорю, эффективноотделимые, значит, напоминаю, что это не просто отделимые, а вот это семейство отделяющих множеств. Оно не абстрактно как-то берется, а вот семейство отделяющих множеств имеет вычислимую нумерацию. Вот. Вот так все. И оказывается, вот сейчас мы перейдем к этой теореме, что любая нумеровая алгебра отделима тогда и только тогда, когда она аппроксимируется эффективноотделимыми. То есть внешне очень похоже, да, на вот случай вычислимоотделимые и негативные. А тут, значит, отделимые и эффективноотделимые. Но вот эти эффективноотделимые, поскольку у нас семейство вычислимо, оно заведомо лежит в классе Пи-02, Пи-02, но оно, значит, не лежит в Дельта-02. То есть там есть Дельта-02 без этого не пусто, без Пи-02 и Пи-02 без Дельта-02 не пусто. То есть четко выдачу такую характеризацию нельзя, но лучше, чем написано у Юрия Леонидовича, вряд ли это можно найти, где-то вот в этой же книжке теория нумерации. Вот он показывает вот эти эффективноотделимые нумерации и пытается использовать, рассматривать их связи с отделимыми нумерациями. Значит, давайте смотреть. Значит, мы начинаем сейчас доказывать эту теорему. Теорему о том, что нумерованная алгебра эффективной сигнатуры тогда и только тогда, значит, является отделимой, когда она аппроксимируется эффективноотделимыми алгебрами. Напоминаю, эффективные отделимые заведомо строго лежат в Пи-02. Но они, конечно, выскакивают за классы негативных. В частности, эффективноотделимыми являются негативные любые нумерации алгебр, позитивные любые нумерации алгебры, но они образуют собственное такое подно, что вот этих эффективноотделимых. А эффективноотделимые, в свою очередь, лежат в Пи-02. Вот это надо было мне все-таки записать. В следующем раз я все-таки запишу. Меакул, по-моему, надо сказать. Вот я немножко спешил. Ну, в книжках это все есть, в классике и так далее, и так далее. Давайте сделаем так. Саня, Стах, а можно уточнить? Вот получается, вот и позитивные, и негативные не являются отделимыми, а еще что-то, плюс еще что-то, и это вот все лежит в Пи-02. Да, да, вот смотрите. Позитивные, ну, понятно, что, да, вот это, значит, сигма-01. Негативные Пи-01. То есть негативные, это когда дополнение перечисли, а позитивные, это сама конгруэнция перечисли. Вот и те, и другие являются эффективно отделимыми. Ну, даже на пальцах это можно показать. Вот смотрите, давайте придумаем, вот позитивную, да, возьмем, например, эквивалентность. Каким образом показать, что для двух различных элементов существуют, значит, перечислимые, ну, вычислимые, перечислимые, которые, их окрестности. Давайте берем точку Х, точку Х, если они разные, начинаем строить все эквивалентные Х. В конечном итоге мы что построим? Вот весь класс, правильно, множество всех номеров, вот одного элемента. То же самое для Y, второго. Это какие бы, фактически точка каждая, она будет являться открытым множеством, понимаете? Всякая точка. Потому что имея точку, мы начинаем вот это наращивать, наращивать, все эквивалентные точки, эквивалентные, эквивалентные и так далее. И в конечном итоге построим множество всех номеров одного вот этого элемента. То же самое для второго. То есть, на самом деле, тут даже у нас будет хаузовость. Т2 отделимость эффективная, равномерная причем. А для негативных там вообще очень сильная ситуация. Если мы берем элементы два разные, ну, в следующий раз я буду это рассказывать, равномерность. Мы не просто можем их отделить непересекающимися перечислимыми, а мы можем равномерно, эффективно дать алгоритм того, значит, вычислимого множества, которое содержит первое и не содержит второе. Вычислимого множества, понимаете, разрешимого. Ну, понятно, что они там лежат, это яркие представители вот этих эффективно отделимых. Но эффективно отделимые среди них есть и такие, которые не являются ни позитивными, ни негативными. И там большие-большие массы проблем, но я буду об этом говорить. Там и вот по секунду примеры, что-то такие и так далее. А мне вот интересно, насколько там как бы широко в ПИ-02 это уходит? Вот может какие-то частные примеры или прям целые такие классы? Есть примеры, ну, Марат Масович, понимаете, вот, значит, сам Ярушев говорит, что вот, значит, вот это понятие эффективная отделимость, он, оно не характеризуется в терминах, там, иерархии, вот, значит, арифметической, там, Клини Масовского, ну, в принципе, вот в этих, в принципе, это же одно и то же по большому счету. Вот там не характеризуются вот эти ПИ-02 и так далее. Да, четко, вот они все эффективно отделимые лежат внутри ПИ-0, сбоку Сигма-1, но они даже Дельта-02, вот Дельта-02, это как пересечение, когда смотрим, видите, Дельта-02 садируются вот эти все позитивные, негативные, а вот, значит, ПИ-0 без Дельта-02 и, и наоборот, Дельта-02 без ПИ-0, они не пустые, там все, там есть. Есть примеры у Юрия Леонидовича, он говорит, к сожалению, вот в этих терминах это не описывается, но, говорит, можно показать, что вот такая-такая сетка. Но вот эти множество эффективно отделимых, оно, значит, обладает массой, ну, там и позитивные, и негативные сидят, понимаете, это уже кое-что значит, потому что в теоретическом программировании вот до последнего времени именно позитивные считались классическим объектом. Любая программа, как конечная совокупность, грубо говоря, квадетозис, особенно вот это, значит, декларативные парадигмы, да, когда есть некий математический текст, и есть некая модель. Как правило, модель эффективно строится. А что такое модель? Грубо говоря, это нам надо найти множество эквивалентных трансляций или там какой-то предикат на термах определить, вот, эквивалентных слов термов, да. Вот поэтому это важно. Вот оказалось, что негативные тоже, они ничем не уступают, ну, я постараюсь это показать попозже, вот. Ну, понятно, спасибо, примерно, там сложность ситуации похожа, да. Нет, я буду говорить об этом, буду говорить. А, вот, спасибо. Так, давай смотреть. Значит, мы алгебру обогатили как? Алгебра сигнатуры сигма, неотделимая нумерация, да, обогатили счетным множеством констант, вот, ну, новое множество не пересекается. Ну, как обычно, стандарт cn в элемент ню n. Значит, еще введем множество переменных x, которые не пересекаются, вот, значит, сигма объединенной с c. Понятно, да, что мы делаем? Теперь смотрите, что такое трансляция. Пока мы работаем на алгебре a. Про nю пока речи нет. Вот трансляция, это любой терм от одной переменной, вот это x одной переменной, которую можно как получить? Значит, берем любой терм, подставляем, значит, какие-то, может быть, элементы алгебры в качестве параметров, а во все остальные места, вот, одну букву x, даже если там, допустим, x, g, z и так далее, мы только одну x ставим. То есть, функция одной переменной, вот эти есть трансляции. Вот, ну, Матерн хорошо показывал, что, допустим, отношение эквивалентности на алгебре является конкуренцией, если и только если оно согласовано со всеми трансляциями, даже с элементарными так называемыми трансляциями, которые вообще высоты 1 трансляция от одной переменной. Таким образом, значит, всякая трансляция алгебры задает одноместную операцию, которая однозначно определена интерпретациями всех символов, обогащенной сигнатурой. Значит, но что всех трансляций вот так обозначим дальше. А вот теперь смотрите, а вот теперь мы уже будем говорить ню интерпретация трансляции. Ведь в нумерации ню, то у нас все операции алгебры поддерживаются вычисленными функциями, правильно? И вот теперь tx, мы что делаем? Вот каждый, каждый символ, который участвует в терме t, мы заменяем на символ, соответствующий вычисленные функции, которые работают в ню. И все эти элементы алгебры, которые участвуют в качестве параметров, мы заменяем некоторыми их номерами. И обозначим вот одноместную функцию t ню x. Разница понятна, да? Значит, tx это в нумерации а, а t ню x это уже вычислимые функции, которые реализуют вот эти вот абстрактные операции алгебры а в нумерации ню. Значит, внизу индекс ню. Ну, по-моему, понятно, что это такое, да? Вот, теперь каждая ню трансляция определяет одноместную рекурсивную функцию, как вот сейчас вычислимые говорю. Вот, я никак не могу вот отвыкнуть, рекурсивная, там, и так далее. Значит, ну, она представляет нумерацию алгебра. Значит, множество всех ню интерпретаций, всех трансляций обозначим через t ню x. Вот, нужно заметить, что вот этот t ню x мы начинаем, сигнатуру эффективно, мы строим, вот эти вот какие-то выражения чисто формальной термы, да? Подставляем какие-то элементы алгебры. Ну, в качестве элементов алгебры, конечно, мы будем подставлять уже натуральные числа, а в качестве вот этих всех терм, образующих термы, значит, функциональных сил, мы будем подставлять их реализации, вычислимые в нумерации ню. Ну, совершенно ясно, да, что вот этот t ню x, это вычислимые, перечислимые множества, или нет? Все трансляции можем строить? Все натуральные числа можем засунуть потихонечку? Трансляции наращиваем, наращиваем, все числа перебираем натуральные, в конечном итоге, в пределе мы все это построим. Вот, так, ну, это я уже сказал, что трансляция, значит, эквивалентность конгруэнции, если она согласована со всеми трансляциями. Дальше переходим. Так. 12.10, 20 минуты, да, уже? Вот, ну, теперь заметим, что в силу эффективности сигнатуры, значит, вот это множество, t ню x, оно, значит, извините, здесь не говоря, вычислимо. То есть, существует эффективная процедура, значит, которая переводит термой, ну, вычислим в фон. Ну, мне кажется, это вполне очевидно. Вот, на самом деле, значит, между трансляциями и ню трансляциями существует очевидно эффективное соответствие. То есть, трансляции мы берем на алгебре самой абстрактной, а ню трансляции, те вычислимые функции, которые представляют вот эти абстрактные нумерации алгебра в данные нумерации ню. Ну, с использованием лямбда обозначения черча, множество вычислимых трансляций можно записать так. Значит, лямбда x, t ню x. x это как раз вот она показывает, что x это переменные. Переменные. Все, что кроме x там встречается, это как и параметры. Вот, значит, и x принадлежит t большой x. Значит, они все представлены ню трансляциями. Ну, опять-таки, понятно, вычислимость этого семейства. Ну, вычислимость в смысле и в шоу, что оно, так сказать, на самом деле эффективное семейство, вот так скажем. Поэтому мы не будем вдаваться детали построения вот конкретной геодеральской нумерации. Можно просто все термы брать, даже вместо натуральных чисел можно термы рассматривать. И вот теперь смотрите. Вот алгебраическая часть, я перехожу более к алгебраической части. Пусть A0, A1 разбиение, основного множества алгебра на две непересекающие части. Собственно говоря, в прошлый раз я немножко рассказывал об этом. T, A решетка всех конгруэнций. Рассмотрим множество всех тех конгруэнций, никакая из которых не отождествляет никакой элемент из-за 0 ни с каким элементом из-за 1. Ну, то есть это такое множество, множество таких конгруэнций Т, что, значит, X, если X равно Y по модулю Т, то обязательно значит, оба они лежат в А0, либо оба лежат в А1. Других вариантов нет. Так вот, в этом множестве существует наибольший элемент. Вопрос. Можете задать. В прошлый раз я говорил тоже вот о разбиении алгебры, что существует наибольшая конгруэнция. А в чем разница-то? Почему я так много лет шел вот, значит, от вычислима отделимых к отделимым? Потому что вычислима отделимых вы смотрели, вот там два было вычислимых множества, делим пополам носитель, два вычислимых и трансляция, значит, отображает в эти два множества. А тут-то ситуация другая была, понимаете? Тут у нас, значит, только одно вычислимое. И обязательно нужно брать прообразы. Прообразы. Ладно, я до этого зайду сейчас. Смотрите, множество в этой не пустое, нулевая конгруэнция есть. Пусть вот эта звездочка опять обозначает точную верхнюю грань для этого множества. И точная верхняя грань, она на самом деле лежит вот в этом же множестве. То есть точная верхняя грань, она не склеивает ничего и за ноль, ни с чем и за один. Ну, вот на самом деле действительно равенство воздухоэлементов по модулю равносильно существованию цепи. Такой цепочки эквивалентности типа вот этим тета. Ну, все вот эти т и и, они лежат вот в этом множестве. Фактически речь идет о замыкании вот этого, компактном замыкании оператора эквивалентности верхняя грань. Вот, в отличие от нижней, где там просто всегда пересечения берут. Вот здесь все не так, не так все просто. И, значит, ну, если А и Б должны одному и тому же множеству приближать, потому что звено цепочки не может извинить членство в этих множествах. Вот теперь давайте посмотрим. Пусть НУМ не равно НУМ, да? Значит, из отделимости следует существование значит, замкнутого относительно ядра вычислим, перечислимого множества, скажем, альфа. вот такого, что альфа содержит вот это число М и не содержит Н. Ну, пусть вот альфа в М содержится, а Н не содержится. Значит, положим, значит, А0, это что такое? Пусть это будет, значит, НУАЛЬФА, А1 это дополнение, то есть вот на самом множестве алгебры, на исходном множестве, это будет дополнение. Тогда эти множества образуют разбиение основного множества на две дизюнкные части, причем объединение будет именно вот с самим множеством. Значит, по предыдущей лемме есть наибольшая конгруенция, назовем ТТ-звездочкой, да, которая не склеивает ничего и за 0, ни с чем, и за 1. Ну, и понятно, что вот эта наибольшая конгруенция, вот она различает вот эти Н, Н, но поскольку она наибольшая, то в ней, вот если возьмем вот эту, по этой наибольшей, если возьмем уже, уже, любая собственная конгруенция, вот эти МН будет склеивать, понимаете, любая, потому что это наибольшая конгруенция из тех, которые не склеивают. Вот. Значит, всякая неналевая конгруенция, фактор алгебры, она содержит пару элементов, Н, это звездочка, Н, это звездочка. Теперь, если, вот, рассмотрим нумерованную алгебру, значит, фактор алгебры, да, ну, Н, звездочка, это естественно нумерация, берем нумерацию Н, то есть это абстрактные элементы, а потом уже в класс вот этот элемент алгебра отправляем, отражаем в тот класс конгруенции этой звездочкой, ну, в котором он сам лежит, то есть естественное проектирование так называемое однозначно, вот. Значит, берем вот эту нумерацию, рассмотрим вот эту, значит, алгебру нумерацию, вот там вот эта пара элементов, они какие, они же разные, правильно? Вот, но если в ней, мы в любой ее фактор алгебре, вот этой уже алгебры, любая ее конгруенция, не нулевая, она будет какая? Она будет их склеивать, эти элементы. При этом, смотрите, Н попадает в альфа, а Н, значит, Н попадает в дополнение альфа, правильно? У нас, значит, есть альфа, есть дополнение альфа. Вот. Теперь, если мы берем прообразы, берем все-все термы, все-все термы, если прообразы, тогда получается, обязательно найдется такая трансляция, которой Н переводит в альфа, Н в дополнение альфа. Если берем прообразы, то получается, что вот этот элемент Н будет лежать в прообразе альфа, а Н не будет там лежать. А прообраз перечислимого вот этого альфа будет перечислим. У нас же множество вот этих трансляций перечислимых всех. Поэтому рано или поздно до прообраза доберемся, берем прообраз, и там лежит, вот, значит, в этом прообразе альфа перечислимым элемент Н, а Н будет в нем лежать не будет поэтому действительно значит любая пара элементов отделяется отделяется ну значит мы сейчас формулируем теорему эффективной аппроксимированности номерона алгебра отделима тогда я только тогда когда она аппроксимируется эффективно отделимыми я хочу еще раз напомнить что эффективная алгебра они лежат очень-очень низко ниже чем и 02 ну насколько низко это сказать ну собственным образом и 02 находится вот а вот отделимые алгебры они не просто вычислимы отделимы в себе содержит образуют такое монстрообразный такой класс их их так страшно много что сказать куда не ткни там отделимость может вылезать их очень много отделимых так ну и вот фактор алгебры фактически это уже показал с этой естественной нумерации она будет эффективно отделимый то есть фактически у нас это вторая лемма ну как я уже берем множество всех вычислимых последовательно всех трансляций ню трансляции конечно здесь имеется ввиду значит из термов мы образуем функции вычислимые которые в номерации ню значит моделирует поведение операции алгебра вот разводим как раз вот эти вот обратные множества альфа перечислима эти все вычислимые функции значит прообраз перечислим и обязательно найдется такой терм среди этих которые m отображает в альфа а n отображает дополнение альфа если берем прообразы то вот этот прообраз перечислим он содержит вот как раз м а н н не содержит то есть она является отделяющим ну значит для любой лемма такая значит любой пара различных элементов есть эффективный на номерах гоморфиза подходящую эффективно отделимую алгебру различающие эти элементы ну ну отделимость по моему здесь очевидно отделимость какие бы эффективно отделимые если эффективно отделимара сказать не просто отделима она по определению отделима но еще вот такое семейство значит эффективное семейство отделяющих ну вот так дальше пойдет я так быстро быстро пробегать 23 алгебраических определений под прямо не разложим и если пречечения всех не ну легко громче не нулевая значит решетка конгруенции 2 рто артину и соответственно нем记 PD если не существует строго бесконечно убывающий цепи конгруэнции ну для由й терну и соответственно бесконечно возрастающий ну конкуренция эта эквивалентность конгруэнция алгебра эквивалент который сохранять опираций то есть на эки валентных наборах значение им операции тоже, значит, эквивалентны. Если алгебра не имеет нетривиально конкуренцию, ну, две у него всегда есть, нулевая диагональ алгебры, единичная, квадрат, то она называется конкуренция простой. Извините, пожалуйста, а как мы конкуренцию сравниваем или сводим друг к другу? Нет, как сводим. Мы, как обычно, одна конкуренция лежит, другая, и все чисто алгебра. А как подмножество, да? Конечно, конечно. Ага, понятно. То есть цепь конкуренция, одна конкуренция, расширение конкуренции, расширение, там, вниз идем, сужение называется и так далее. То есть вот поэтому я еще раз попрошу, ребят, как-то вот не полениться, вот немножко полистать основные вот эти алгебраические факты, потому что они для нас очень важны. Вот это, то есть это мы сейчас работаем на стыке, на стыке универсальной алгебры и теории вычисленности. Вот, поэтому я не могу сказать, что тут это важнее, это важнее. Обе области важны. Вот. Значит, ну вот, в частности, в прошлый раз я рассказывал, что если нумерованный конкуренция, простая алгебра, обладает нетривиальным вычислимым подножством, то она негативная. Ну и много-много таких похожих фактов тоже было. Вот. Это я, по-моему, 15. Вот. Ну, я говорил, что вот то, что Юшо вводил, вот, отделимая нумерация, это все-таки более фундаментальный объект с точки зрения дескриптивной теории вычислимости. Потому что вот с этого и начинается теория алгоритмов как таковая. Я считаю, что первый шаг это существование вычислимо-перечислимых, не вычислимых множеств. Ну, помните, вот эти креативные проблемы самоприменимости, остановки. Вот. С этого, грубо говоря, без этого не было бы теории алгоритмов. Вот. Ну, теория алгоритмов имеется, вот у нее последствия далеко идущие, и философские, и логические, и так далее. Вот. Так, семейство называется вычислимым, перечислимых множеств. Я иногда, ну, вычислимый-перечислимый, конечно, я иногда сокращаю. Вычислимым, если существует его нумерация эффективно. Что значит нумерация? Имеем, значит, номер х, значит, фактически можем перечислить все множество. Ясно, да? Множество таких пар, что у лежит в множестве с номером х, перечислимый, вычислимый-перечислимый. То есть, имеем номер, вот, натуральное число номер, когда мы вычислим нумерацию, берем, что такое номер, понимаете? Номер, это фактически код программы, там, C++, Sharp, и так далее, и так далее. Это некий набор инструкций. Это в такой ящик, в который полностью заложено описание вот этой бесконечной функции, так сказать, интенсионально. Натуральное число, вот одно только число, это есть код программы. Ну, вот, так относиться полезно. Так, ну, вот номерон алгебры называется Т0 эффективно отделимый, если существует, вот, я что, запоздал, перешел сюда, вычислимое семейство отделяющих вычислимых перечислимых множеств. Ну, я, собственно, говоря, об этом уже говорил. Дальше мы их называем эффективно отделимые. Ну, это было раньше. Так, теперь вот, новое понятие я вложу. Значит, понятие такое, на алгебре, вот, возьмем любую унарную термальную операцию, да, унарную термальную операцию, ну, фактически трансляцию. Значит, и вот это алгебра универсально называется трансляционно полной, если всякая упорядоченная пара различных элементов переводится в любую другую упорядоченную пару разных элементов. Понятно, о чем речь, да? Смотрите, в алгебре берем любые два разных элемента, если мы возьмем любые другие два разных, то, оказывается, есть прямое попадание трансляционное из первой пары во вторую, ну, так сказать, из первой члены в первой, второй во второй. Вот. Совершенно понятно, что такие алгебры будут простыми, потому что, значит, уже главная конгруенция, порожденная любой парой, вот, любой парой, какую бы пару мы ни взяли, она обязательно будет не содержаться, то есть, пресечение всех конгруэнций, содержащих данную пару, оно будет, значит, являться единичной конгруэнций, то есть, у нас все склеится, поэтому алгебра будет простая, но, значит, из трансляционной полноты автоматически следует конгруэнция простота, но обратная, вообще говоря, неверна. Вот, почему важно, важно понять трансляционной полноты, да, вот, хотя бы вот, вот почему, потому что это понятие введено мной буквально три года назад, оно оказалось довольно полезным для решения некоторых, вот, в частности, топологических вопросов, значит, когда можно спустить достаточно сложную нумерацию вниз, вверх может быть, когда выйти. Важнейший примет трансляционно полных алгебр тела, ну, в частности, поля. Любое поле, ну, любое тело трансляционно полное. Пусть А не равно Б, С не равно Д. Как перевести трансляционно прямым выстрелом, понимаете, когда мы строим вот эти конгруэнции, мы через-через, как вот эти цепи, цепи эквивалентных, значит, вот эти левые и правые все, кидаем в один качел. А трансляционная полнота, она предполагает, что мы одним выстрелом в любую пару попадаем, без этих вот, построений вот этих цепей. Как А перевести в С, Б, В, 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 Р, это у нас параметр, вот берется из этого тела Р, да, Х минус А, С, для любого, значит, Р, вот если мы вместо Х поставим, что здесь будет? Ноль, правильно? Ноль. Значит, результат будет С, то есть, в этом множестве всякая трансляция переводит А в С. Вот. Но единственная трансляция вот из этого, из множества Т от А, а именно, какая трансляция это будет? Значит, Д минус С, Б минус А в минус первый, Х минус А, вот плюс С. Она переводит, значит, элемент, значит, она переводит элемент Б в элемент С. Ну, видите, здесь все сокращается, уходит, Д минус С плюс С, она переводится в Д. Вот при, вот этом Р, Р будет равно Д минус С на Б минус А в минус первый. Вот вам все доказательства. То есть, любое, любое тело является трансляционно полным. А трансляционно полный, это квинтэссенция квинтэссенция простых алгебр. Понимаете, как называется простых. Дальше. Теперь будем говорить, что пара CD трансляционно достижима из пары AB. Из пары AB. Если существует такая трансляция, такая трансляция, которая переводит, значит, вот этот A переводит в C, а B переводит в D. Ну, или наоборот. То есть, A переводит в D, B переводит в C. Ну, обычно мы предполагаем, что множественной трансляцией, как правило, есть тождественная операция. Это упрощает многие наши рассмотрения и так далее. Так. Давайте теперь смотреть. Вот берем универсальную алгебру. Мы называем ее трансляционно-предполной. То есть, если существует фиксированная такая пара различных элементов, которая трансляционно достижима и из любой другой пары разных элементов. Значит, в чем разница между предыдущим определением и этим? Там, помните, мы говорили, для любой пары разных, любой второй пары разных, всегда можно достигнуть из этой пары. То есть, там из любой пары все, что можно угодно достигнуть. В частности, алгебра будет простой. А вот трансляционно-предполная есть фиксированная какая-то пара, которая из любой достижима. То есть, автоматически отсюда следует подпрямая неразложимость. Помните, подпрямая неразложимость я определял, ну, там есть много эквивалентных, как такую, в которой пересечение всех ненулевых конгруэнций будет ненулевым. То есть, есть пара, которая склеивается любой конгруэнцией. пара разных элементов. И тут фактически речь об этом и идет. Но тут, опять-таки, для вот этих подпрямая неразложимость, она что предполагает? Что там может и не быть ситуации, что мы из любой пары трансляционно значит, попадаем вот в эту самую фиксированную пару. Там может быть так, в разные-разные пары начинаем вот это собирать, эквивалентность, все это растет-растет, эти цепи замыкания компактные и так далее. И вот в конечном итоге конгруэнцию устроим и в этой конгруэнции вот оказывается значит, она оказывается так сказать, единичной. А тут, значит, намного это сильнее. Но тем не менее она вовсе не обязательно должна быть значит она не обязательно вот я говорил трансляционно полно они всегда значит простые. А среди этих алгебр есть те, которые непростые. Ну, примеры мы еще увидим и поработаем с ними немножко. Так, дальше. Ну и как я уже говорил трансляционная полнота автоматически вылечет под прямую неразложимость. Вот, но обратное это вообще говоря вообще говоря неверно. Значит, то есть алгебра может быть под прямым неразложимой. вот, но тем не менее нет трансляционно предполноты. Мы еще посмотрим эти примеры, они все будут. Значит, вот что неформально говоря, что означает трансляционная предполнота. Кстати, трансляционная предполнота это существенное расширение класса трансляционно полных алгебр. Почему? Потому что там же мы из любого в любую попадали. Да, давай зафиксируем любую. Любую зафиксируем. И получается любую мы в нее попадаем. То есть автоматически трансляционная полнота она влечет трансляционную предполноту. Но, конечно, не обратно. Вот что означает трансляционная предполнота? Вот неформально говоря, да? Это означает наличие весьма богатого семейства трансляций. Вот. Позволяющего достигать фиксированный пара элементов непосредственным действием подходящих трансляций. Ну, как вот это мишень есть прямым попаданием. Минуя процесс склеек пар связанного порожденных соответствующей главной конкуренции. Ну, главная конкуренция это что такое? Берем два элемента, да? И пересечение всех конкуренций, которые содержат вот эту пару элементов, она как раз и будет главной конкуренцией порожденной вот данной парой. И вот ну, казалось бы, да? Вот есть две алгебры. Вот одна простая, например, и другая простая. Ну, в чем разница? Да, вроде бы с точки зрения конкуренции и так далее. Оказывается, нет. Оказывается, с точки зрения вот богатства, вот наличия трансляций, они будут совершенно разными. Ну, примеры там еще будут у нас. Вот давайте возьмем простейшие алгебры. Я вот специально ввел две простейшие. Конечные нас не интересуют, потому что любые их нумерации, вычлимо-отделимые, они будут являться для вычлимо-отделимых. Понятно, что там каждый класс вычлимо, то есть выбираться разрешима, ну, там это неинтересно. Вот, давайте возьмем, значит, простейшие бесконечные алгебры, да? Ну, казалось бы, что может быть более простым, чем натуральный ряд и, значит, алгебры предшествования. Предшествование что значит? Вн плюс один это n, а в нуле ноль. Понятно, да? Ну, оттуда сверху идем вниз и в нуле у нас, значит, неподвижная точка. А s, омега s это обычное, значит, объединение, стандартные модели арифметики. То есть, мы плюс умножить, порядок все позабывали, оставили только плюс один. То есть, s от x s от n равно n плюс один. Давайте посмотрим. Вот для алгебры б справедливо следующее. Будем сейчас вместе разбираться. Она имеет артиновую и нётеровую решетку конгруэнции. У нее любая конгруэнция какая? Любой начальный кусок натурального ряда, значит, склеивается в одно такое небольшое но, что вот и все. То есть, вместо нуля у нас будет, скажем, 0, 1, 2, так далее. Других нет у нее конгруэнции. Почему она будет, значит, не нётерова? А потому, что берем 0, 1, да? Это конгруэнция. Потом берем 0, 1, 2, потом 0, 1, 3 и расширяем на шаге n. n тут добавляем, расширяем, 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 и в конечном итоге это бесконечно может найти вверх. То есть, нётеровость. То есть, она будет не нётерова. Нётеровость означало бы, что вот в возрастающей цепи любая обрывается. А вот теперь смотрите, если у неё есть какая-то конгруэнция, как мы её можем? Допустим, берём единичную конгруэнцию, да, где всё у нас в одном классе лежит, всё склеилось. Одноэлементная алгебра, вот фактор алгебры. Если мы начинаем её первой же расклейкой, мы попадаем, в лучшем случае попадаем в такую, в которой, начиная с какого-то n, n, n плюс 1, n плюс 2, они все будут одноэлементные, а вот с n вниз, n, n минус 1 и так далее, образуют один, значит, класс конгруэнтности. И дальше, если будем расклеивать, что бы ни хотели, через максимум меньше шагов мы уже придём, значит, к самой алгебре. Вот, любая её фактор алгебры, нетривиальная, она незаморфна ей самой. Вот, решёт конгруэнции, значит, почему омега плюс 1 решёт конгруэнции? А потому что как раз мы, значит, так, 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 конгруэнцию, потому что вот берём вот эти омегу, омегу, омега, ну и в конце, когда мы всё склеим, вот, и прибавляется вот эта единичка. Понятно, да? Под алгеброй то же самое. У него под алгебры только какие? У него, если какой-то есть натуральный счёт, то всё меньше лежать под алгеброй. Поэтому под алгеброй будут такие же. Вот, соответственно, можем эти наращивать, наращивать под алгеброй. И откуда вот эта единичка появляется, которая, значит, больше всех. Ну вот, когда мы, значит, сама алгебра в качестве под алгебры рассматривать, значит, вот такая вот вещь. Ну, это я уже сказал, что всякая фактор алгебра, она изоморфна самой П. группа автоморфизмов тривиальна. Вообще, университетной алгебры есть три таких достаточно мощных орудия. Это, значит, группа автоморфизмов, это, значит, решётки под алгеброй, решётки конгруэнции. Но среди них я бы выделил всё-таки на первое место я оставлю, ну, по крайней мере, в загаде, может, субъективные, это всё-таки, значит, решётки конгруэнции. Далее, группа автоморфизма. Это тоже очень важно. Особенно, вот, вычли мы автоморфизм и так далее. Ну, а вот под алгебрами там достаточно просто. Мы любую алгебру можем так занумеровать, что у неё, значит, решётка под алгеброй становится тривиальной. Вот. Так, вот теперь смотрите. П трансляционно предполна. Какие есть два элемента, в которые, значит, одним ударом из любого достигают. 0,1. Вот, 0,1. Какие бы мы ни взяли, сколько бы на далеко элементы, вот тот, который меньше, когда придёт, в ноль, допустим, второй ещё не дошёл, он так и будет на нуле стучать по нему, понимаете? А вот который больше, он рано или поздно придёт и ударит по единице. То есть 0,1 – это такая пара, которая из любой пары трансляционно достижима. Поэтому она трансляционно предполна. Но она, конечно, не полна, потому что полная, как мы видели, обязательно будет какой, она обязана быть, конкурентность простой. Ну и раз трансляционно предполна, она автоматически подпрямо неразложима. Вот как раз эта пара 0,1 является такой парой, которая лежит в любой ненулевой конкурентности. Вот теперь давайте посмотрим. Да, мы как-то ещё вернёмся. Ну, давайте потом сами порешайте, вот проверить алгебру S на наличие этих свойств. Проверить алгебру на наличие вот таких вот свойств. Ну там, по-моему, дальше у меня есть кое-что про эти алгебры. То есть, казалось бы, они так внешне немножко друг на друга похожи. Это идёт, значит, оттуда сюда, с бесконечности вниз и в 0 и 0. А это алгебра X плюс 1. Ну, это самая простая, я считаю, вот алгебра среди бесконечных это вот классическая, это вот это самое, да, омега S алгебра исследования. И тем более она отражает, значит, вот некоторые, значит, важные свойства стандартной модели арифметики, арифметики пиано, скажем. Пиано или там пресс-бургера. Ну, плюс добавим пресс-бургер, плюс умножение, там, пиано получится и так далее. Так дальше идём. Ну, я думаю, это потом сами посмотрите, вот на английском. Ну, я заранее просто могу сказать, что эта алгебра, у неё, значит, решётка не Артенова, но Нётерова. Она вообще фенитно-аппроксимируема. Значит, любая факторная алгебра у неё либо как циклическая такая будет, кружочек, либо как кочерга, кочерга такая. У неё есть масса-масса нумераций. Какую бы сложность мы ни взяли, у неё есть вычислимые нумерации вот этой алгебры, сложность которой будет выше. Любой наперёд заданный. Вот так вот. Странно, да? Вот у алгебры предшествия, у неё нумерации, любая её, отделимая нумерация, любая, не просто вычислимая, а даже отделимая нумерация, она будет являться эффективно отделимой. То есть, где она лежит? Она собственным образом лежит в ПИ-0. Видите? Любая отделимая. А у этой есть даже вычислимые отделимые, которые, значит, могут быть сложнее любого наперёд заданной. Ну, то есть, вот это вот, вот эти вот вещи, трансляционная предполнота и так далее, и так далее. Вот в алгебре ничего этого нету. Ну, группа автоморфизма тут тривиарная. Всякая фактор алгебры у неё, конечно, будет конечна вот у алгебры С. И она будет, как я говорил, либо кочерга, либо это. Вот. Решётка под алгебр. Ну, решётка под алгебр у неё тоже, так сказать. Ну, это выкидываем сначала. А ещё раз, а что значит кочерга? Это же цепь? Не, вот смотрите. Например, берём вот эту n, да? Ну, и через n, давайте через, например, двойку-тройку соединять, да? Вот до числа n, допустим, у нас ничего не склеивается. Марат Масурович. А потом давайте n, n плюс 1, n склеивается с n плюс 3, через тройки будем прыгать, да? Соответственно, n плюс 1 склеивается с n плюс 4, ну и, значит, 3. Тогда получается, вот до n у нас ручкой такая идёт, ручка. А здесь уже такой кружочек длинный 3, который вот возвращается вот в этот самый n. Вот это сам. Вот так, поэтому кочерга. А если мы чётко будем делить без этого, без этой ручки, тогда у нас всегда тут будет получаться колесо такое. Ну, скажем, чётное, чётное это, чё будет? У нас будет туда-сюда, 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 правильно? Цикл длинный 2. Да, да. Через 3 будем если склеивать, цикл длинный 3, ну и так далее, и так далее. Для s вот такие вот вещи, они вот имеют место. Понятно, спасибо. Дальше, дальше, значит. Давайте вот обозначим, ну, немножко, ну, это английский аббревиатура, значит, SDV класс под прямо неразвожимых алгебр. Значит, sub-directly in the compass будет, по-моему, назвать, да. ALC это класс алгебры с арсенными решётками, то есть, значит, A Ertian Letters of Combrances. Ну, значит, вот эта алгебра предшественная, она лежит в этом пересечении, правильно? Мы показали, что у неё решётка с арсенными решётками, значит, Арсенова, во-первых, во-вторых, она под прямо неразвожимая. Давайте, симпл, пусть будет класс простых алгебр, Терекомп, это трансляционно полные, Терекомп, трансляционно приполные алгебры. Вот тут есть соотношения, из которых видно, что, значит, фактически, практически всё, что мы можем придумать, вот, соотношения между классами, ну, они, значит, вот, имеют место. То есть, например, значит, простые объединённые трансляционно предполными, они все лежат, значит, собственным образом, вот прямо неразвожимых. Существует простая, которая не является трансляционно предполной, которая не является трансляционной. Ну, в общем, давайте так, я сейчас не буду вам этим голову забивать, как-нибудь на досуге, кому интересно будет, ну, что-то решите отсюда, будет для того, чтобы вот эти понятия немножко, они, значит, вот это вот подможество перечеркнут, это получается именно собственно подможество, потому что там конечно, это дверь перечеркивается. Да, вот здесь имеется в виду, что они лежат в этом подпрямо, ну, понятно, что это подпрямо неразвожимое, это подпрямо неразвожимое, и существует, значит, такая, которая является подпрямо разложимое, но не простой она не является, не трансляционный прикол. Вот это означает. Ну, не пусто, это понятно, есть простая, которая, значит, не является трансляционно-предполной, и наоборот, есть трансляционно-предполная, которая непростая, ну, например, вот эта алгебра П, она как раз вот тут будет лежать, да, существует, ну, это так, для общего развития, там потом посмотрите, я на этом зацикливаться не буду, ведь будут вопросы, будем решать, вопросов не будет, так и проедем. Вот, посмотрите на теорему, одна строчка доказательства, значит, всякая Т2-отделимая нумерация трансляционно-предполной алгебры, любая Т2-отделимая, любая Т2-отделимая, представляете, она, оказывается, является негативной. Ну, действительно, по условию имеется два элемента, А, В, в которую трансляционно отображается любая другая пара различных элементов. Поэтому, если МЮ Т2-отделимая нумерация, то, когда МЮ Х не равно МЮ У, да, в алгебре, когда не равно, тогда и только тогда, когда существует такая трансляция, которая переводит вот этот Х в этот А засовывает, ну, точнее, в множество его номеров, не минус первое, понятно, да, а Y она переводит в В, ну, или наоборот, я уж не стал писать, значит, значит, Х засовывает в В, не грех вас, все. Но, что трансляции вычислим, перечислим и в силу эффективности сигнатуры, вот, поэтому любая Хаусдорфовая нумерация трансляционно-преполная алгебра является негативной, потому что, если у нас два числа различных, рано или поздно мы это подтвердим, попадая в соответствующие два, значит, находим такую трансляцию, которая загружает их в два, две непересекающиеся окрестных. Конечно, мы заранее вот эти окрестности, мы их заранее определим. Ну и, поскольку не пересекаются окрестности, это в точности попадает в А, в точности В, А лежит в одной, В в другой, окрестности перечислимые, не пересекающиеся, то момент истины наступает тогда, когда Х отображается вот в эту, значит, минус первая в эту точку, она обязательно попадет по условию, а в Y попадает вот в эту. Ну, в частности, всякая Т2 делимая нумерация вон той алгебры P, она тоже будет являться негативной. Вот то, что я вам обещал, говорил, всякая Т2 делимая будет даже негативной. Ну, или следствие такое, всякая позитивная нумерация транслационно-предполная является разрешимой, ну, то есть вычислимой. Почему? Потому что транслационно-предполная дает негативность, а если она к тому же и позитивна, то что получается и то и другое равно-не равно у нас, значит, перечисляется, поэтому у нас будет вычислимая нумерация алгебры. Дальше. Ну, то есть вы видите, насколько это полезно, да? Вот понятие транслационно-предполной алгебры, да. Ну, во-первых, классически полезно. Кто знал, что любое тело является транслационно-полным? А тут, значит, кстати, тут в частности эту теорему можно формулировать и для, значит, транслационно-полных, потому что транслационно-полный это собственный подпласт. Извините, одну секунду, я телефон отключу. Телефон шумел. Вот, ладно, так, так, время, дальше, дальше убежим. Вот, насчет позитивности и негативности, вот я просто хотел сказать, значит, вот, позитивность надо аккуратно поддерживать при различных построениях, конструкциях, а негативность очень тесно связана с сильными типами отделимости и наоборот от нее, как отрепейник, избавиться вот невозможно, да, вот, ну, в случае эквивалентности, то есть, ну, или, грубо говоря, алгебра по сути гнатуры, значит, вопросов нет никаких, так как любая и позитивная, и негативная является эффективно отделимой. Вот, на самом деле они даже дают примеры равномерно 3-2 отделимых нумераций, но я-то показал, как раз вот Марс вопрос задавал по этому поводу. То есть, существует эффективная процедура, которая по паре различных по модулю ядра вот эквивалентности натуральных чисел выдает алгоритм перечисления пары замкнутых непересекающихся множеств, содержащих данную пару чисел. Если нам известно, что числа разные, то мы строим вот перечислимые непересекающиеся окрестности, замкнутые относительно этой эквивалентности. Ну, то есть, позитивный и негативный эквивалентность являются равномерно Т2 отделимыми. Вот. Теперь вот такая теорема. Я постараюсь ближе к концу курса вот этого дать вот этот пример. Там достаточно сложная конструкция и конструкция именно алгоритмически сложная. там алгебраически наоборот тут достаточно про, а вот алгоритмически она сложная. Вот. Значит, существует вот любая Т2 отделимая нумерация, значит, вот Т1 отделимая нумерация под прямо невложимой алгебры существует, оказывается, не являющаяся негативной. На самом деле, вот даже вот это помните, П-алгебра, предшествия, даже трансляционно, трансляционно предполная, а трансляционно предполная собственно подкласс вот этих под прямо неразвожимых. Существует трансляционно предполная алгебра такая, что у нее, значит, есть Т1, любая Т2 отделимая у нее всегда будет негативной, а есть Т1 отделимая отделимая нумерация, которая негативной не является. там даже более, там вообще математика иногда дает возможность почувствовать, что Бог есть в некотором смысле, потому что в этом примере, ну, он достаточно сложно получился в начале, а потом получилось, там вообще не существует двух непересекающихся перечислимых подножиц. Нет таких, понимаете? Есть куча подножиц перечислимых, но они все пересекающиеся. А непересекающих двух замкнутых от оседра там нет. Ну, и в частности, вот отсюда же, видите, простейшая алгебра, да, она универсионного решетка, и она, значит, трансляционно-предполная, поэтому такие следствия существуют подпрямо неразложим алгебра с артиновой решеткой конкуренции, обладающей Т1-отделимой, ненегативной, и существует трансляционно-предполная алгебра, обладающая Т1-отделимой, ненегативной. То есть мы объединили в одном лице и трансляционно-полный и, значит, с артиновыми решетками и, ну, соответственно, подпрямо неразложим. Ну, об этой алгебре я уже говорил, давайте потом посмотрите, вот, вопросы выше были заданы, вот, я уже подчеркивал, что любая отделимая нумерация алгебры эффективно отделима, вот, алгебра с имеет вычислимые отделимые, значит, и Т4-отделимые нумерации, значит, для которых сложность вот нумерационных эквивалентностей, она может превосходить любую, абсолютно любую заданную, наперед заданную. Вот, ну, а теперь давайте посмотрим, вот, некоторые условия, которые, вот, естественно, возникали вопросы по предыдущим, вот, некоторым фактам. Вот, теорема 2D достаточного условия, трансляционно-предполненного, правильно, негативности любого Т2-отделимого представления алгебры. А вот существует, оказывается, конгруэнность простая алгебра, как говорится, простая, вот, вот, трансляционно, предполненно она быть в принципе не может. У нее всякая эта одина делимая нумерация, значит, значит, негативна. Более того, всякая эта одина делимая нумерация у нее вообще вычислима, то есть разрешима. Ну, это, значит, алгебра какая? Натуральные числа, функция трех переменных. Вот, она работает как? Для одинаковых х и грек она дает вот этот третий аргумент, для различных она возвращается к первому. Ну, на самом деле, это так называемая, это введенная, интересный такой пример, она введенная, значит, Анатолием Ивановичем Мальцевым, алгебра из конгресс-дистрибутивных многообразий. В свое время было модное такое направление, сейчас тоже только кто изучает, вот такая вот была алгебра. Значит, любая Т1 отделимая нумерация этой алгебры является разрешимой, ну, то есть вычислимой. Обратите внимание, ведь эта алгебра, она, ну, нетрудно показать, что она вот, вот из этого определения, что если какая-то пара разных элементов склеится, то вообще все поперезаклеится, и поэтому она, как говорится, простая. она простая, но она, конечно же, не является, значит, значит, трансляционно, так, так, трансляционно-предполной она не является. Почему она не является трансляционно-предполной? Да, кстати, она распростая, то прямо неразложима. Вот, и понятно, что она, значит, не является трансляционно-предполной. Ну вот давайте вот замечание 2 попробуем, посмотри. Почему она является трансляционно-предполной? Что мешает ей быть трансляционно-предполной? Так. Так, еще одно замечание. Помните, я там немножко выводил понятие для полей тел. Показывал, что любое тело трансляционно-полным является. Значит, если есть любая нумерация, для которой существует нетривиальное, перечислимое, ну, нумерация, конечно, по множеству, то вот это, значит, нумерация негативна. То есть для значит, для тел, в принципе, это и для групп, и колец тоже проходят, но у нас связано вот с предыдущими телами, то есть нумерация вот когда будет негативно. Таким образом, ну, всякое тело, опять-таки, дает пример под прямо неразложимой алгебры с артиновой решеткой, говорится. Ну, у него вообще у тела нету собственных идеалов, да? Вот странно звучит, да, по-русски? Тело не имеет собственных идеалов. И тем не менее, вот это именно так, ну, то есть оно под прямо неразложимым, и артиновой решеткой, и так далее, и так далее. Но у нас есть очень-очень много примеров, значит, алгебр, которые, ну, в частности, вот это М-алгебра, которая является, значит, не является трансляционно предполный. Не является такой трансляционно предполный, да? А тут они, значит, любое тело трансляционно полное, полное. Вот, но в отличие от предыдущего примера, вот у алгебры М, скажем, да, у нее любая это один-один нумерация разрешима. А вот у любого тела, бесконечного, конечно, у любого бесконечного тела, который имеет, значит, вычислимую нумерацию, разрешимую, то есть разрешимую. Вот. Оно обладает также негативной, неразрешимой нумерацией. Ну, вопрос его достаточно давно получен, шутят, 16 лет назад, это, значит, Хусейн и Слоимон Симохин получили. Вот вопрос. Кстати, у них даже вот гораздо более общие не только брались, у них брались, вот если брать стандартную арифметичку, да, пиано, ну, то есть, натуральный ряд, значит, функция исследования, сложение, умножение. Вот, вот эта алгебра, любая позитивная нумерация, она устойчива относительно позитивных, любая позитивная у нее будет, значит, вычислимой всегда. А вот у нее, оказывается, есть не, не, значит, вычислимые, негативные нумерации. Это вот следует их работы. Кстати, если туда добавить порядок нормальный, вот этот линейный, который работает естественным образом натуральных чисел, то любая негативная тоже, оказывается, будет вычислимой. Вот у этой алгебры. Вот это тоже, это тоже один из факторов, который, вот, обосновывает, значит, целесообразность изучения, вот, негативных представлений, частности линейных порядков. Вот, ну, здесь принципиальные вопросы остаются, конечно, вот, например, существуют ли Т2 отделимые, нумерованные, негативные, подпрямо неразложимые алгебры. То есть, если трансляционно-предполные, любая, берем Т2 отделимая, она, конечно, будет негативной. А вот, ну, класс подпрямо неразложимых, он же шире, чем трансляционно-предполных, правильно? Берем любую алгебру, вот, из разницы. Существует ли в этой разнице, не любую берем, такая, для которой вот эта теорема нарушается. Вот, ну, согласно теореме 1, ну, вот, предыдущие теоремы, они не будут трансляционно-предполными. Самым сильным вариантом решения вопроса был бы пример Т2 отделимый, нумерованный, ненегативный, конгромен с простой. Вот, для вычислимых отделимых с конгромен с простыми вообще никаких проблем нет. А вот для эффективно отделимых, там, извините, непонятно, вот, вообще существует ли конгромен с простая, эффективно отделимая, ну, она всегда будет эффективно отделимой, конечно, если есть перечислимое подножство, существует ли такая, что, вот, она выходит за рамки класса Пи-01, то есть, негативная, строго лежит в разнице Пи-02 и это 1. мы показали, что там лежат вот алгебры, значит, трансляционно-предполные, вышли за рамки, то есть, ну, там же не Т2, а Т1 отделимую нумерацию построили, правильно? Показали, что есть такие, у которых любые Т1 могут быть, оказывается, в час, ну, в частности, даже разрешимыми. В общем, ну, вопросов тут, конечно, море вопросов. Так, ну, и вот, ближе к концу я конкретно приходил к вещам, чтобы немножко, так сказать, поупражняться. Значит, пересечение двух негативных эквивалентности негативных, позитивных, позитивных. Почему? Вот для негативных. Что значит не равно? Не равно, это значит, равносильно тому, что либо в первом различаются, либо во втором, во второй эквивалент. Правильно? Ну, если хотя бы в одной не лежат, то как они могут пересечение лежать? А для позитивных, наоборот, элементы равны, если они лежат и в первом, и во втором. Ну, и в обоих случаях, как мы видим, правая часть будет, значит, у нас правая часть перечислима. Ну, вот это в силу негативности, вот это в силу позитивности. Чуть более сложный пример. Нумерации, давайте, нумерацию семейства, вообще мы любую нумерацию можем, семейства объектов задавать и определять, что у нас вычислимость. Значит, убираться с семейства негативных, соответственно, позитивных эквивалентностей, мы называем вычислимых, в смысле, ершова. Если множество троек nxy, таких, что x не равно y по модулю мюн, мюн, это что такое? Это как раз конгруенция с номером n, правильно? Если вот это множество вычислимо, перечислимо. Соответственно, множество троек равных перечислимо. То есть, опять-таки, повторяю, имея номер объекта, имеем номер объекта n, то есть у нас в руках вот это мюн, а мюн это что такое? Мюн фактически получается, это множество всех таких x, y, которые не равны по модулю вот этого самого n. В случае позитивности, понятно, там более привычные, те, которые равны по модулю n. А тут берем те, которые не равны, все натуральные числа, которые различны по модулю вот этой самой эквивалентности с номером n. Значит, показать, что переченье вычислимо семейства негативных, эквивалентности негативно, тоже для позитивных. Ну, что значит разные? Разные по модулю пересечения, значит, существует обязательно такое n, в котором x и y разные. Согласны? Хотя бы в одном месте разные, понятно, что переченье они уже, так сказать, лежать не могут склеиться. Ну, а для позитивных наоборот, x равно y по модулю пересечения тогда и только тогда, когда для любого n. Извините, извините. Что-то я здесь намудрил. Ну, тут понятно. Опа, вот это ошибочка получается. Я вообще распешил, вот об этом надо подумать. Короче, по-моему, это не проходит. Тут проходит. Доберемся до этого n, а вот тут сейчас, сейчас, пересечение учлевого семейства. Нет. Ну, ладно, давайте об этом подумаем. Да, не проходит. Это пи-01 получается тоже может что-то. и это и это. Ладно. Дальше. Вот, давайте посмотрим. Есть вычислимая отделимая нумерация алгебры с арсеновой решеткой конкурации. Показать, что обязательно эта нумерация негативна. Негативна. Ну, пусть, значит, амил вычислимая отделимая универсальная алгебра с арсеновой решеткой. Если она, конечно, заказывать нечего, потому что каждый элемент будет вычислимым относительно этой нумерации. Теперь, если у уме, здесь надо скобки взять, не является негативной, то по теореме аппроксимирование существует негативная правильно конкуренция? Некое это 0. Что она делает? Раз она негативная, а исходная не является негативной, значит, она собственная. Значит, она склеивает какую-то пару элементов А0, А1, вот эта алгебра. То есть, их образы по модулю этой конкуренции совпадают вот в этой факторе алгебры. Но эти элементы ведь различаются, некоторые негативные, правильно, конкуренции? Обязательно какой-то негативный, вот А0, А1, они будут разные. Давайте теперь возьмем вот эту первую конкуренцию негативную, в которую они склеиваются, и вторую, в которую они разные. Ну, пусть вторая будет А1. Тогда пересечение двух негативных конкуренций, пересечение двух негативных, опа, вот пример один, оно является негативным, вот, и значит, ну, поскольку негативным, а сама алгебра, она какая, она же, по предположению, не негативные, значит, она является собственной, ни нулевой, ни нижней конкуренции алгебры А. Значит, мы приблизились к алгебре, да, вот теперь итерирую вот эту процедуру, теперь берем любые элементы, которые и тут, и тут разные, значит, и в ТТ0, и в ТТ1, и мы можем, раз они разные, в силу, значит, так, мы можем взять, понятно, да, то есть ту же самую процедуру повторяем, берем пару элементов, которые, любые разные, они обязательно, значит, собственно, в негативных факторах обязательно что-то склеится, но в каких-то они расклеены, и когда мы берем вот это вот пересечение конгруэнции, мы начинаем к ней приближаться, и на любом шаге приближения мы к ней не приблизимся никогда, потому что она не является негативной, а на каждом шаге мы через пересечение получаем негативные, вот таким образом мы строим бесконечно убывающие цепь конгруэнции, а это противоречит, значит, артеменции, это противоречит артеменции, вот, вот, вот вам более такой серьезный упражнение, так, теперь, давайте будем пытаться, вот эти вещи, я просто пробегусь немножко, показать, что над любой негативной эквивалентностью представим, конечно, порожденные конгруэнции простая алгебра, ну, в принципе, это несложно сделать, я думаю, вы потом поработаете дома, а вот это, вот это более сложно, вы попробуйте, потом, если что, вместе поработаем, значит, существуют позитивные эквивалентности, над которыми представимы только локально-конечные алгебры с континуальными решетками конгруэнции, понятно, да, то есть там вообще, какую алгебру ту нельзя, у нее решетка конгруэнции, она всегда будет колоссальная континул, вот так скажем, вот, ну, и локально-конечная, вот, а для негативных это не так, какую бы негативную нельзя, обязательно есть конгруэнции, конечнопорожденные, при этом конгруэнции простые, ну, конгруэнции простые мы еще сейчас посмотрим, даже про трансляционные полные, мы посмотрим, вот, для негативных нумераций, перечисли мы пораженные топологии, совпадает с точнее мы пораженные, ну, это, это потом посмотрим, так, так, у нас остается где-то по плану минут 10, так получается, что ли, давайте, я так быстро-быстро пробегу, смотрите, вот, нам надо обозреть сам такую задачу, надо посмотреть все расширения эквивалентности, значит, это 0, замкнутых расширений, эквивалентность это 0 до 0, значит, все, это 1 замкнутое расширение, что это означает, значит, нет, вот, это я не отсюда внес, значит, если альфа, это 1 замкнутое множество, и это 1 является расширением, это 0, то альфа также это 0 замкнутое, то есть свойства замкнутости наследуемы вниз относительно расщепления, но, действительно, если альфа, значит, это 1 замкнутое, x принадлежит альфа, и если x равно y, по модулю это 0, а у нас же это 0 лежит в это 1, правильно? Это значит, что, значит, x эквивалентный y по модулю это 1, а в силу в это 1 замкнутое, получается, что Y тоже лежит вот в этом самом альфа. Значит, эффективно отделимые компактные пространства оказались редкими объектами, однако, оказывается, это не так. Так, ну, вот этот замк то есть нам понадобится. Значит, всякая бесконечная эквивалентность имеет такое бесконечное расширение, в частности, может быть, оно эффективным, вычислимым, то есть фактор пространства, по модулю которого является компактным. Ну, здесь быстренько, кратко дается доказательство. Значит, характеристическую транссуциальность, то есть множество минимальных элементов, я обозначаю, выписываю в порядке строго возрастания, это любая эквивалентность, обращаю внимание, абсолютно любая. Вот. Но она, значит, бесконечная, конечно. Значит, то есть бесконечно много классов. Значит, T0 это 0 фактически, да, T1 минимальный следующего класса, T2 и так далее, в порядке строго возрастания. Значит, положим, значит, альфа 0 содержит класс 0. Значит, далее, далее, вот это некая, как, глемма такая, пусть сигма счет на семейство это замкнутых множек, в дополнении которых это бесконечно. То есть, в дополнении которых бесконечно много классов содержится. Тогда существует такое бесконечное расширение этой звездочки эквивалентности, это что никакое это звездочка замкнутая на множество альфа не является сигма, то есть множным из сигма. То есть мы вот, сигма все множность đó можем зарезать неким эффективным способом ну пусть значит сигма это сигма 0 сигма 1 так далее это об эффективности вообще разговора никакого нет но мы будем строить вырастающую последовательность это замкнутых это конечных это конечно из конечного числа но относительно это конечно из конечного числа классов состоит будем строить эти множество так так как сигма 0 к бесконечно то существует такие к л но помните вот эти вот эти такие к л которые значит не принадлежат это множество бесконечно и это множество дополнение сигма бесконечно правильно и вот и дополнение что-то и выберем а это же тк т там же мы из всех классов по одному из абсолютно всех ну выберем среди них наименьше тк 0 и сразу после наименьшего значит определяем дельта 0 и то есть вот это наша альфа 0 альфа 0 которое мы сейчас берем и вот это все то него хотим построить чтобы она не годилась и присоединяем вот этот класс к 0 сразу отметим что-то 0 вот берем значит один класс мы засовываем а второй класс никогда уже не попадет вот строящееся объединение и на шаге n плюс 1 некоторый класс добавляем который является под множеством из дополнения с гарантированным не включением в это объединение другого это класса ну ади то есть класса не входит другой вас не входит потом это все забыли почистили дальше идем бесконечности увеличим увеличим один класс заходит другой не заходит для каждого и для каждого сигма вот это мы все это будем делать теперь возьмем множество всех этих упорядоченных пар трансферсальных чисел которые использовались для включения построенные вот эти множества сигма вот и берем значит такую пару чисел что они оба трансферсальной и вот это ткн плюс 1 больше всех ранее использованных то есть на каждом конечном шаге мы все это можно сделать и значит полагаем сигма n плюс 1 это сигма n и добавляем ему еще вот такой нужно теперь дельта это у нас пусть будет вот объединение значит они шагаем плюс 1 объединение всех этих сигма эквивалентность это будет исходная эквивалентность и вот этот класс вот этот самый класс дельта то есть как один класс эквивалентности мы добавили понятно что это расширение это но по построению мы бы накидали в него и вне него относительно всех вот этих мы накидали то что нам надо ну давайте конструкция обеспечивает склейку бесконечного числа класса давайте я сейчас не буду на этом так договариваться очень подробно потом прочитаете вот почему я говорил насчет расширения потому что все за это замкнутые перечисли мы кандидаты на окрестности вот это строящихся множество они были нами ликвидированы а новым множество закона взяться ниоткуда так как всякая эта звездочка замкнутая является одновременно это замкнутым ну в силу вот замечание которое говорю выше таким образом вот это пространство она компакта относительно топологии пораженные эффективными множествами так ведь еще вот это я хотел вам сказать вот это намного важнее давайте о представимости над любой негативной эквивалентностью представима трансляционно полная универсионал алгебра частности трансляционно предполные в частности под прямо неразложимы и так далее ну что мы будем делать значит берем трансферсионные элементы как и раньше множество перечисли мы поскольку негативная эквивалентность строим два множества нас берем на имеющий натуральный z не принадлежащий объединению и начинаем проверять z на отвержение либо x либо и отвержение прошлый раз я рассказывал помните да чтобы он всем не эквивалентом был из этого конечно множество если отвергается первым замкнут во второй вторым отвергается замкнут в первый вот если обоими ну скажем то в первый конец шага из плюс один и делаем так а x это объединение всех вот этих а x а y объединение всех по всем шагам а y ну индукции легко показать что эти множество они это замкнутые разбивает ровно на два класса натуральный ряд и оба перечисли мы вычислим перечислим то есть они на самом деле вычислим и и кстати вот эти x и y из нашей конструкции равномерно эффективно находятся по x и y находится вот эти множество а x а и теперь для каждой пары вот такой различных по модулю чисел x и y мы вводим семейство вычислим и функции какое-то семейство x и y фиксировано а м н принадлежит омега то есть если z у нас из а x то функция будет tm если z за y tn где tm tn это есть пересчет элементов из трансферсалей а у нас же трансферсалей перечислим и значит множество всех пар характеристической значит оно тоже перечислимо таким образом получается что вообще любой паре x и y разный мы можем сопоставить возможность вот этих кучу функций которые какое бы ни взяли tm tn трансферсальная у нас любые два класса представлены своими минимальными представителями значит любых различных x и y обязательно делим на два вот таких x и y первое полностью а x отображается в tn и полностью значит а y отображается в tn вот этими значит функциями функциями понятно да то есть по x и y мы строили вот эту вот вещь по м н значит начинаем бегать по трансферсалей и теперь вычислим и семейство трансляции оно какое будет оно значит по всем x и y по всем x и y по которым не равны если x и y не равны у нас этот факт определяется в силу негативности поэтому это действительно вычислим и семейство будет трансляции вот очевидно что любая трансляция согласована потому что значение любой будет вот огромные вот эти множество кусок а x мы кидаем в точку и любой любая трансляция обязательно значит в любой элемент для любой пары элементов из любой пары элементов x и y мы в любую пару элементов представлены какими-то тм-тн минимально мы обязательно туда попадаем вот ну в общем то примерно это то что я хотел сегодня рассказать вот на следующий раз будет лекция будет понятие равномерности вот ее применение вот может быть уже потихоньку начнем значит какие-то приложения конкретно в теории вычисленности теории значит теоретически в компьютер сайенс вот значит я так сказать я вот вас не вижу очень плохо никого когда вот доклад читаю я вот никого толком не вижу так вот приложение так это меня надо доступ закрыть же правильно чтобы или или может не обязательно а вова окажется другого мое мое окно мой доклад перед вами сейчас открыт правильно да да совершенно правильно отлично отлично а можно чего-то вопрос по последней теореме можете вот на начал догадательства пожалуйста последней теоремы до последней теоремы последнее утверждение давайте давайте значит значит над любой трансляционно полной алгеброй вы видите на любой негативной эквивалентностью определимо представима трансляционно полная вот что мы делаем мы равномерно вот пусть x и рек разные да нет я вот еще до этого хотел вот этот вот на характеристическую трансверсаль и если она бесконечна то она тогда как раз вычислим перечислим может быть сделано и она не может быть сделано она всегда будет вычлим перечислим всегда вычлим перечислим но за счет того что как раз за счет того что да из-за негативности совершенно посмотрите что значит их прожить трансверсальный вот я показывала это значит для всех строго меньших все неравны это означает что их минимальная ну да я это представляю себе так как у нас вот это а какой-то класс есть оттуда начинают элементы отпадать вот соответственно классы лежат на месте просто мы из значит т 0 это 0 взяли да из какого-то класса из 2 класса взяли т 1 ну потом это все упорядочили хозяйство то есть это все трансверсальные то есть характеристические трансверсальные элементы и идея такая что для любых разных икс игрек мы обязательно построим вот эти благополучно а x а y множество и вот для этих икс игрек теперь начиная вот x отображаем значит вот это множество значит а x отображается скажем в т.м. а y множество отображается то есть а у нас же трансверсальные элементы они все элементы представляют понимаете все телу перечислим и мы можем все эти пары перечислить и вот в это перечислим и множество можем понасывать вот этих вот этих функций вот этих вот эти функции как и как мы их назвали я по-моему да f да f от x и y мн то есть мы начинаем с x и y для каждого t x и y x и y мы фиксируем это два разных элемента а mn у нас пробегает весь натуральный весь натуральный ряд то есть никакой термобиже не будет не терм трансляционного из характеристической трансляции они все получат по-своему они полностью представляют все элементы и мы это делаем для всех икс игрек вот отсюда берем объединение то если и поэтому значит вот это семейство вычислима и как любая пара различных элементов в любую другую пару различных вычислим образом то есть трансляционно достижим одним одним ударами это называю не через через прямо вот по мишени то есть ну соответственно следствие над любой негативные значит раз трансляционно полное то и трансляционно предполное расширение класса идет и под прямо неразложимое и так далее понятно спасибо